Сегодня во всем мире отмечают День работников метеослужб. Температура воздуха, влажность, солнечная активность, количество осадков. Специалисты собирают десятки показателей, на основании которых и создают прогноз погоды. Екатерина Стывко побывала на метеостанции в Огурцово и узнала, как работают метеорологи. Здесь вот в будке стоят самописцы. Это термограф-гегрограф. Каждые три часа метеоролог Татьяна Козловская снимает показания с уличных приборов. Температуру и влажность воздуха фиксирует самописец. Направление и скорость ветра, электронный флигель, за потоками солнечной радиации тоже следит современный аппарат. Но не все предметы на площадке – вершина технической мысли. Классические ртутные градусники и ведра для измерения осадков еще в ходу. Мы меняем каждый раз в 12 часов ведро, переносим в помещение и уже смотрим осадки, меряем. Когда, допустим, снег вот растаял, мы уже снимаем в специальный стаканчик, сливаем, а вот летом просто в стаканчик, когда у нас дождик, и все. На площадке больше десятка разных приборов. Температуру почвы можно узнать с помощью выдвижного термометра. Самая глубокая точка – почти 3,5 метра. Сейчас там примерно плюс 4 градуса. Особенно внимательно метеорологи следят за облачностью и активностью небесного светила. Гелевый шар фиксирует силу солнечного сияния. Вставляется у нас лента, и солнышко прожигает, идет прожог на ленте. И потом это все обрабатывается. Внутри станции тоже работа кипит. На основе своих данных специалисты чертят графики и строят схемы. Например, без подробного анализа влажности и прогрева почвы практически невозможно рассчитать удачное время для посева зерна. Метеостанция Вогурцова работает уже 86 лет. За свою богатую историю повидало немало. Наблюдали за загрязнением природной среды по радиации. И вот когда случилась Чернобыльская авария, то через некоторое время, причем несколько раз проходило через нашу станцию, мы фиксировали это. Эта установка сыграла большую роль в запрете от испытаний ядерного оружия. Несколько раз в день в одно и то же время метеорологи всего мира передают оперативные данные в единый информационный центр, где на их основе уже рассчитывают прогноз погоды. Точность краткосрочного около 96%. Екатерина Стывко, Константин Менин, Новости ОТС.